Стенька Разин выплывает Настигло меня сегодня одно воспоминание. Нет, ничего суперсекретного или сверхинтимного в воспоминании этом не будет, а будет долгая, изматывающая дорога в дребезжащем автобусе по горному серпантину. Гастрольная бригада артистов Эннского театра, пребывающая в благостном расположении духа после многодневного марафона утренних детских спектаклей, позволила себе заказать экскурсию. То есть вся бригада с ума сошла? Экскурсию захотела? Да где же это видано? А в Новороссийске это видано было. И экскурсия заказана была не по городу, а в Абрау-Дюрсо, на родину российского шампанского. Главный администратор расстарался, желая расслабить вымотавшихся артистов и поднять, как говорится, боевой дух. Дребезжащий, видавший виды пазик, неспешно ковылял по горному серпантину ежесекундно, рискуя либо воткнуться в скалу слева по борту, либо кувыркнуться в пропасть справа. В салоне царила гробовая тишина. Пожилой водитель, имеющий гордый профиль орла, слетевшего в долину со снеговых вершин и представившийся нам именем Алик, изредка поглядывал в зеркало на экскурсантов и чему-то ему одному известному улыбался. — Ой, ешкин кот! — донесся звонкий писк с заднего сиденья. Это костюмер тетя Рая на слишком крутом повороте оценила, взглянув в окошко, глубину пропасти справа, в которую чуть было не ухнул автобус в ее воображении. Алик хмыкнул и неожиданно громко произнес. — У меня к вам просьба есть. Экскурсанты, на секундочку оторвавшись от созерцания пропасти справа и скалы слева, устремили на него вопрошающие взоры. — Я, конечно, извиняюсь, — продолжал водитель, — только я терпеть не могу одну песню, ну, которая простеньку разина. — Достала она меня, понимаете ли, до печенок! Сколько лет здесь вожу экскурсии! И не сосчитать. Как только обратно ехать, в автобус садятся, понимаете ли, так сразу орать начинают простеньку разина. — Не волнуйтесь, товарищ Алик, — прервал этот монолог администратор театра. — Лучше смотрите за дорогой. Мы орать не будем. Артисты — люди интеллигентные, образованные, передовой класс, можно сказать. — Да разный класс я возил, — отозвался водитель. — За дорогу вы не переживайте, я с закрытыми глазами здесь могу. — Не надо! — С закрытыми! — завопил весь автобус. А громче всех тетя Рая. — Миленький, я прошу тебя, смотри на дорогу! — Не кричите, граждане! — отреагировал Алик. — Я могу начать нервничать, а это может быть вредно для жизни, понимаете ли, и здоровья моего, и, соответственно, вашего, понимаете ли. Упрашивать никого не пришлось. Автобус смолк так же дружно, как до этого взорвался криком. Инцидент таким образом был исперчен, и после краткой остановки девочки налево, мальчики направо, автобус заковырял дальше, легонько подскакивая на ухабах узкой грунтовки между скалой и пропастью. Дальнейший путь продлился без особых происшествий, если не считать приглушенных повизгиваний боязливой тети Раи. — Лешкин кот! — чуть не плача от страха, причитала она, прикрывая рот кулачком и стыдясь собственного страха. У самого входа на территорию завода шампанских вин скучал и изнывал от жары экскурсовод. Ожидание длилось и длилось, а автобус все не показывался. Экскурсовод, обильно потеющий лысыватый гражданин Привратский А.С., уже собирался начать немножко нервничать, когда на дальнем склоне горы закрутилась столбом пыль, и в этом столбе Привратский разглядел знакомый силуэт автобуса. Экскурсовод Привратский с облегчением вздохнул, вынул из кармана пачку беломора, из нее извлек папиросу, помял он ее в пальцах, продул гильзу и вложил папиросу обратно в пачку. «Слава КПСС!» — пошутил он про себя радостно и кинулся к въездным воротам, показывая рукой, где лучше развернуться и остановиться. Подпрыгнув на последнем ухабе, автобус вкатил на территорию завода и замер, зашипев при этом, словно с облегчением, выдохнув после тяжелой работы. Затем все смолкло, двери автобуса со скрипом и лязгом раскрылись, выпуская, наконец-то, артистов, утомленных трудной поездкой. Финальным аккордом интереснейшей экскурсии стало посещение дегустационного зала. Усталые экскурсанты с ярко выраженным интересом на лицах расселись, мальчик-девочка, мальчик-девочка, как того требовали правила зала. Много лет прошло с того знаменательного момента, а потому некоторые подробности смылись из памяти волнами времени, однако кое-что в ней запечатлелось крепко-накрепко. Ассортимент представленных вин состоял из нескольких сортов шампанского, далее шли игристые вина, затем столовые и ординарные. Для каждого напитка предназначался свой маленький бокальчик, больше похожий на аптечную мензурку. Итак, правила дегустации были просты, но соблюдать их требовалось неукоснительно. Сначала просто понюхать напиток, затем поболтать бокальчик и снова понюхать, ну и так далее по установленному порядку. А на закуску, так сказать, перед каждым была положена одна шоколадная конфетка. Какая, уже не помню. Трусиха тетя Рая с энтузиазмом выполняла все требования, ведущие дегустацию дамы в белом халате и с восторгом нюхала, булькала, покачивала, взбалтывала, пробовала, закусывала конфеткой. Однако после четвертой или пятой мензурки глаза Раисы начали потихоньку собираться в кучку. На лице образовалась счастливейшая улыбка, а после седьмой тетя Рая нежно склонила голову на плечо соседа и, буквально светясь от счастья, но зачем-то спотыкаясь языком на каждом слове, произнесла «Ешкин, кот, я... что ты так смотришь? Я больше не могу, Ешкин, не могу, кот Ешкин!» С большим трудом после дегустации все умудрились снова оказаться в автобусе. Как, не знаю, но как-то оказались. Жаркая дискуссия по поводу увиденного, услышанного и испробованного то и дело переходила на темы более приземленные, перемежаясь то яркими воспоминаниями из актерской жизни, то выкриками вроде «Я ему все, гаду, скажу!» несмешными анекдотами и сетываниями на тяжелую актерскую судьбину. Алик терпеливо ждал, когда вся компания устроится, затем попросил администратора проверить еще раз, все ли на месте. Убедился, что все, и лишь после этого включил зажигание и закрыл дверь. Лишь только машина тронулась, гам, стоящий в автобусе, на краткое время затих, и тишину прорезал тоненький, немного фальшивящий голосок. Эта смелая теперь тетя Рая затянула из-за острова настрежень. Остальные присоединились на простор речной волны. Пожилой Алик-водитель скривился, застонал, словно у него внезапно заболели все зубы и чуть было не съехал в пропасть. Но на сей раз это нисколько не смутило никого, в том числе, храбрую раю. Выплывают расписные стеньки разина челны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok